Разработанный проект комплексного плана является только первым этапом изменения подходов к формированию тарифов. На втором этапе, как уже отметил Ербулат Аскарбекович, по результатам проведения водоканалами экспертизы их деятельности, в мае следующего года будут выработаны новые подходы к эффективному тарифообразованию до 2020 года. Комплексным планом предусматривается внесение изменений дополнительных в ряд нормативных правовых актов, регулирующий деятельность субъектов стейсмонополии, целью которых является увеличение источников для финансирования инвестиций в тарифе. Для этого будут единовременно включены в тарифы результаты проведенной переоценки основных средств водоканала в полном объеме, а также увеличена ставка прибыли на задействованные активы. В результате применения предельных предполагаемых поправок возможно превышение источников финансирования в тарифе над объемами инвестиций, в связи с чем прибыль будет ограничена на уровень инвестиционной программы водоканалов по аналогии с предельными тарифами на электроэнергию, то есть тариф в обмен на инвестиции. Введение ограничений стимулирует водоканала к проведению масштабной модернизации реконструкции, через разработку и утверждение инвестиционных программ, предусматривающих вложение значительных средств. При этом не исключается возможность корректировки действующих инвестпрограмм с учетом дополнительной потребности в инвестициях. Обязательным условием для увеличения источников финансирования является проведение водоканалами переоценки основных средств. Как вы знаете, Сергей Кневенович, программой АКБУЛАК предусмотрено привлечение государственно-частного партнерства в сферу водоснабжения. Условием этого является обеспечение достаточного уровня прибыли для возврата вложенных инвесторам средств. Поэтому принятие поправок в части увеличения ставки прибыли даст возможность инвесторам вкладывать средства в активы водоканалов. При этом не исключается возможность банковских заимствований, тем более, что действующим законодательством предусмотрен их возврат. Такой рыночный подход создаст стимул для привлекательности заимствованности в сферу водоснабжения. Проведение водоканалами широкомасштабной модернизации и реконструкции активов предполагает применение новых технологий. Для этого необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов. В этой связи заработная плата производственного и административного персонала будет доведена до уровня средней зарплаты соответствующей региона по данным статистики. В целом предполагаемые поправки позволят формировать безубыточные эффективные тарифы на услуги водоканалов, повысить эффективность их деятельности. В то же время следует отметить, что водоканалы являются субъектами естественной монополии и на них, как и во всем мире, распространяется ограничение, предусмотренное законодательством. Одномоментного повышения тарифов для всех водоканалов не ожидается, так как комплексным планом предусматривается разработка совместно с АДС ЖКХ и местными акиматами графика по переходу водоканалов на предельные тарифы на 2013-2015 годы с учетом нового механизма тарифообразования. За указанный период будет обеспечен переход на работу по предельным тарифам всех городских водоканалов, затем по предельным тарифам перейдут оставшиеся водоканалы. Кроме того, будет продолжена практика применения дифференцированных тарифов на воду по группам потребителей, а также в зависимости от объема ее потребления и в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета, предусматривающего увеличение разрыва между уровнем тарифов. Применение дифференцированных тарифов не позволит резко повысить оплату для потребителей, экономно рассудивающих воду по прибору учета. Более того, дифференциация тарифов и сокращение объемов потребления воды является одним из мероприятий по переходу к зеленой экономике. К примеру, в городе Алматы за счет введения дифференцированных тарифов на забор воды снизился на 65 миллионов кубических метров, что сопоставимо с годовым стоком реки Малая Алматинка. Проект комплексного плана неоднократно обсуждался в правительстве и на вашем уровне, и на уровне ваших заместителей с участием заинтересованных органов, представителей Союза Атамикен, ассоциациями Суар-Носе. Отдельно проведено совещание с участием представителей АО «Казахстанский центр государственного частного партнерства» и водоканалов, на котором проект получил одобрение.